Уважаемые друзья, как известно, мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной Всемирной Организации Здравоохранения пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования, но вместе мы можем сделать лучше. Поэтому в качестве предмета сегодняшнего разговора я вижу обеспечение стабильности и спокойствия в обществе, недопущение размывания основ нашего союза из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, много денег и много труда. То, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанное опасение. Вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работе рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере. Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия, как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями. Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным. Но они не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы нам максимально использовать имеющийся потенциал Союза. При этом у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, поддержки национальных экономик. Сообща мы должны предпринять решительные действия, рассчитанные не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Продумать формирование собственного регионального пояса безопасности путем ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории Союза критически важных отраслей. Кроме того, нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода, эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков. Но в одном я убежден полностью – вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. Ну и вообще иного не дано, ибо логика любого Союза и взаимоотношений в этом Союзе предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности.